Хитрость и недалекие ум То есть ты тогда ничему не научишься и не можешь ничего знать Как вы думаете, почему я взяла сюда и не у меня французского писателя? Умничка, молодец, Никита, конечно же Как вы думаете, чему же мы будем учиться на сегодняшнем уроке? Вы будете учиться на сегодняшнем уроке, а мы уже читали такую басню? Да Знакомьтесь, две? Да Три цела вчера прочитали Замечательно Ребятушки, а как вы думаете, вот хитрость признак недалекого ума Поднимите руки, кто с этим рассказом согласен? Опустили А есть кто-то, кто может возразить? Или хочет возразить? Ну тогда я с вами поскорю, можно? А, и мне того хочется, давай То есть человеку будет плохо, если его чем-то огорчить И существует ложь во благо Я правильно тебя поняла? Иногда приходится хитрить Пожалуйста, Алики, это прав или не прав? Прав Ребята, у меня такой к вам вопрос Отсегда ли хитрец оказывается в проигрыше? Скажите, пожалуйста Вот вчера мы с вами читали басни У нас там кто хитрец? Лис и леса Лис и леса Замечательно Скажите, а они оказывались в проигрыше? Или у них все было хорошо? Да Ну давайте вот сегодня На литературном материале Мы с вами ответим на этот вопрос Мнения у нас разделились Как-то мы засомневались в процессе обсуждения, да? Выясним Ребятушки, но прежде чем перейти к решению Нашего ключевого вопроса Я бы хотела, чтобы вы показали свои знания В басне как в литературном жанре Пожалуйста, откройте последнюю пятую неделю пространства Блок литературное чтение Тест басни как в жанре литературы Так Смотрим на дистаграмму достижений Итак, вот она, инстаграмму достижений Смотрим Семь человек у нас справились на пятерке Еще три человека на четверке Но меня настораживает то, что три человека не справились с тестом И два человека выполнили на одном Давайте просмотрим Выясним, какие были у нас ошибки Итак, басни могут быть только стихотворными, только прозорическими или такими и такими, альсу? И стихотворными и прозорическими И стихотворными и прозорическими В басне используется прием олицетворения Когда, Миша? Качество людей переносится на животных Качество людей переносится на животных В басне обязательно есть, Настя Грунина В басне высмеиваются пороги людей, пороги животных Или рассказывается о приключениях животных, Максим? Высмеиваются, ну, прямо Пороги людей, да? Я правильно тебя поняла? Так, басни – это жанр вкусного народного творчества, авторский или и тот, и другой, Саша Батунин? Авторский Авторский жанр Проверяем? Да Проверяем Итак, коррективно мы с вами выполнили правильно На дом вам было задано прочитать басни и выучить их наизусть Скажите, пожалуйста, есть дети, которые вы сейчас прямо готовы рассказать? Никита, прошу Давай, 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 хорошо Так, ну, в моем возрасте, в озере, в лесах лисицы и винограды Воронная лисица убегала винограды на вонозу С освежающими гумителями И хотела бы не обраться, где не смогла И, уходя прочь, сказала самоспех Они еще зеленые, так и у людей Мне не могут дариться успеха и винят в этом обстоятельстве Обратите внимание, я только одну ошибочку Сделал Никита? Нет Не одну ошибку Скажите, пожалуйста, а над чем Никите все-таки стоит еще немножко поработать? Над выразительностью Над выразительностью Над выразительностью Но это Никитушка Вот, сейчас товарищ прервется Сделаем заявку Поднимаемся Посмотрите, какая лисичка вас встретила Она сейчас пригодится в елочку И будет вам попахнуть, что делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Немножечко размялись Так, хорошо, еще? Так, нет Понять морально Понять морально Немножечко? Немножечко, читать все эти вопросы Как? Выразительно Выразительно Хорошо Молодцы! Посмотрим на ваши рисунки Посмотрите внимательно-внимательно Я вам сейчас прочитаю Настюша 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 В каждой На одну парту Вы получите табличку И вам нужно будет соединить слово И лицо в сочетании с его значением Так, вам что нужно сказать? Да, мы сейчас будем прочитать Все Приди По-бли 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 Так, где получилось? Что получилось? Сейчас в любом случае мы это проверим Согласны? Приди Сейчас Отключи Безенок В Вороне Где-то Бог послал кусочек сыра Наели Воронам скромостясь А завтра ведь была совсем не соблась Да позаду А сыр в организме Так, скажите, пожалуйста Какие интонации вы услышали в голосе рассказчика Когда речь шла о похвале Вороне? Какие, Настя? Нежные, заново, личные А плавные? Плавные, хорошо Еще? Маска Да, конечно Еще, Таша? Я услышал Звук дыхания Сперва Звук дыхания Сперва Сочетание услышал Устойчивое сочетание Хорошо Еще, Георгий? Нежная Нежная Конечно же Посмотрите, пожалуйста Как мы должен Вороная лисица Изобразим Васьню Крылов Вороная лисица Скажите, пожалуйста При помощи чего он нам показал Что лисица до сыра Никак не добраться? Как это он нам, Максим, показал? Высотой Так, то есть Мы смотрим на картину И О, с лисица внизу А он не висит Как Панетин Сироп Нарисовал Деревце Куда Нарисовал Ворону Сироп А внизу Сам внизу Перерисовал На десу Так Зачем он это сделал? И в чем необычность До этого подхода, Настя? Я хочу показать Насколько Высотой Он висит И виние И смотрим И смотрим Мы вместе с вороной Сверху Вниз На все Да? Хорошо Ребятушки Сейчас У меня К вам Такое предложение Потренироваться Чтение нам нужно? Перед тем Как читать Суд Конечно же Поэтому Сейчас Вы возьмите Карандашики В руки Жужжащим Чтением Прочитаете Басню Она у вас Расположена На странице 77 Открываем Учебник И подчеркнете Мораль Этой Васни Задание Понятно? Пожалуйста Итак Кто же нашел Мораль В этой Васни? Только Четыре пары Дальше Несом Порядок Порядок Вот только Все И сердце И сердце И гдар И считываю То есть Часть Там Кто согласен? Зачем Четочку автор поставил? Кто как Напитил Артем? Маша Как думаешь? Мне кажется Что Основное содержание Басни Абморали Так Чтобы сразу Было видно Итак Скажите мне Пожалуйста Что же Высмеивает Эта Басни Что же Она Высмеивает Где Высмеивает Людей Которые Используют Лесть Кто Сейчас Сможет Прочитать Для нас Для всех Слуг Выразительно Правильно Красиво А Ну вот Я бы хотела Послушать Чтение Маши И чтение Даши Но я вас Попрошу Сразу же Разделиться Даша Читает Первую Часть До Слов Лисицы А Машу Вторую От Слов Лисицы Договорились Давайте А мы Все Слушаем И будем Оценивать Чтение Девочек По каким Петерям Нас Каким Петерям Выразительность И Правильность И Выразительность И Вот От Зыбочек Подходит Беретит Хвостом Свороны Глаз Высводит И Говорит Так Сладко Чудеша Голубушка Как Хорошо Ну Что за Шейка Что за Глаз Рассказывает Про Высказ Переходим Оцениваем Давайте Сначала Наши Учения Правильность Виолетта Дальше Читала И Правильный Выразительность То есть Критики Можем И Поставить Да И Так А Виолетта Читала До 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 Ну Получилось Получилось Зарядка Для Глаз Последите Глазочками Затем Что Вам Покажет Какое время Будет Покажется Пожалуйста Ребята Мне бы Очень Хотелось Чтобы Сейчас Вы Попробовали Сравнить Басни Крылова Две Вчерашние Лиси Севиноград И Сегодняшние Ворота И Лиси Посмотрите Табличка Состоит Из Четырех Колонн Из Четырех Есть Кров Как Думаете Как Будет Рограмма Рограмма То есть Чемпион Кровь По Одной Кокет Итак Стропа Первая Ковма Басни Секотрудная И Прозаечная Наши Ребята Так Группа Первая И Группа Третья Сказали Что Обе Ковмы Секотрудные Остальные Группы Батную Лисицу Назвали Басни Прозаеческой Так Ну Давайте Смотрим По Эталон Секотрудная Пожалуйста Откройте 77 Еще раз Страничкой Посмотрите Почему У нас Компьютер С вами Исправил Сказал Нет Стихотрудная Может быть Компьютер Ошился Миша Доказывай Тенп Во-первых Ритм Ритм Еще Ритм Приведите Пожалуйста Посмотрите Пример Ритма Даша Дыша Хорошо Отлично Еще Настя Хорошо Только что Дыша Хороша Молочина Еще Отлично И так Форма Фикотворная И там И там В конце Мне бы хотелось Вернуть вас К нашему Клечевому вопросу Всегда ли Хитрец Оказывается В крови Во-первых Предположение На счет Ёлочки Была ёлочка У нас возник Нет Молодец Георгий Твое предположение Подтвердилось На идее Ворона Взгромостясь Позавтра Крестатур Собралась Хорошо Ну и наш Ключевой вопрос А что Может быть Тогда и ты Будешь А как будем Подступать Настя Нельзя Будет Только Свет То есть Из чего Надо исходить Надо исходить Не только Из своих Из своих Интересов Так Кому Лиса В данном случае Сделал Топо Водон Водон Конечно То есть Ребятушки Вот сейчас Еще раз Каждый Для себя Каждый Себе Задайте Этот вопрос И пожалуйста В пространстве На последней Теле Есть Опрос Опрос Называется Хитрость Читаем Вопрос Ребятушки Ребятушки Будут В жизни Принять Хитрец Вы Любите Один Вряд Два Ребенка Ответили На Сплате Что Все Таки Им Хотелось Избежать Оказали И Неудач Большинство Большинство Ребят Сказали Что Будут Использовать Хитрость Но Только Во Влага Окружающим Но Не Во Вред Я Надеюсь Что Действительно Вы Научитесь Применять Хитрость Во Влага А Не Во Вред Я Своей Сторон Приложу Все Силы К Чтобы Вы Научились Это Сделать Я Желаю Вам Приступая К Разработке Данного Урока Я Определила Предметные Метапредметные Его Задачи А Также Универсальные Учебные Действия Формируемые На каждом Этапе К Предметам Относится Повторить Признаки Особенности Басни Как Жанр Литературы Познакомить Басни Крылова Ворона И Лисица Сравнить Басни Крылова Ворона И Лисица Лисица Виноград Учить Выразительному Осмысленному Чтению Басни К Метапредметам Относится Формировать Умение Формулировать Тему Урока Ставить Учебную Задачу И Удерживать Ее Развивать Аналитические Способности И Производить Операции Синтеза Выделять Дифференцирующие Признаки Строить Высказывания Понятные Собеседнику Методы Подбирались С позиции Компетентностного Деятельностного Подхода Метод Анализа И Синтеза Частично Поисковый На этапе Мотивации Я использовала Высказывание Которое Нацеливает Учащихся На саморазвитие Его использование Предполагает Создание Положительной Мотивации К дальнейшей Деятельности На этапе Актуализации Учащиеся Продемонстрировали Навыки работы С цифровым Ресурсом Актуализировали Свои знания О басне Как о жанре Литературы И подготовились К осмысленному Восприятию Басни При введении В тему Я использовала Высказывание Связанное Непосредственно С темой Басни Заставляя Учащихся Засомневаться В его справедливости Таким образом Они были Вовлечены В процесс Постановки Темы урока И цели урока Как собственной Учебной задачи Я постаралась Подвести ребят К пониманию Общего смысла Предстоящей деятельности Открывая Новое знание Учащиеся Получили образец Сценического Чтения Басни Темы урока Связались С темами уроков Изобразительного Искусства И технологии Обсудив Качество Лисы В своих работах И в басне Суть проблемы Ребята рассматривали На практическом Уровне При выполнении Заданий Направленных На наблюдение За особенностями Басни Для достижения Цели Я попыталась Построить работу На основе Сотрудничества Детей Парная Групповая Работа Ребята Провели сравнение Двух басен По известным Им признакам Помещая данные В таблицу Сделали вывод Для выполнения Поставленных Задач Учащиеся Несколько раз В течение урока Прочитали басню Демонстрируя Различные Виды чтения Первичное Ознакомительное Выборочное Выразительное Последнее Оценивалось Ими По выбранным Критериям В процессе Деятельности Учащиеся Возвращались К проблемному вопросу Всегда ли хитрец Оказывается В проигрыше Нужна ли хитрость На этапе рефлексии Учащиеся Вернулись К ключевому вопросу Урока С опорой На их жизненный опыт Считаю Что это был Важный Воспитательный Момент урока Позволяющий Включить выводы Из произведения В систему Личных жизненных Ценностей Интерактивную доску Я использовала Для усиления Наглядности И организации Учебной деятельности Я уделяла Внимание Здоровье Сберегающему Аспекту урока Провела двигательную Физминутку Физминутку Для глаз Позволяющие Настроить детей На активную деятельность И снять усталость Считаю Что в результате урока Учащиеся Смогли Расширить Рамки предметных знаний В литературной области И повысить Уровень Метапредметных умений И в дальнейшем Смогут использовать Полученный опыт Решения Конкретной Проблемной ситуации В своей жизни Продолжение следует...